Добрый день, уважаемые зрители! Мы с вами продолжаем говорить про оптимизацию производительности конфигураций, построенных на платформе 1С. И сегодня разговор у нас даже не про оптимизацию производительности, а про обеспечение стабильности работы этих же самых конфигураций. На прошлом занятии мы начали об этом говорить, на этом продолжим. Давайте еще раз проговорим какие-то проблемы, почему они выделяются в отдельный блок, почему они отдельно. Итак, это проблемы стабильности, и к ним относятся падение или зависание процесса в кластере. Так же, как мы с вами уже обозначали, различные ошибки именно по вине платформы, а не конфигурации. Что же такое падение процесса? Говорят, у нас упал. Что упало? Это означает, что процесс самопроизвольно выгрузился из памяти. Например, при использовании платформы 8.2 бесконечная рекурсия может приводить к падению рабочего процесса. В 8.3 данный вопрос был решен, и падения не будет. Но у пользователя появится ошибка переполнения стэков встроенного языка на сервере с контекстом кода, который привел к переполнению. Зависание процесса означает, что процесс остается в памяти, но не принимает новые соединения и не обслуживает уже существующие. Чаще всего мы можем встретить проблемы стабильности у процессора P-HOST, так как именно на него приходится большая часть нагрузки. Для расследования проблем стабильности нужно знать и понимать, что происходило в этот момент, что и где делал пользователь. Чтобы расследовать большую часть проблем стабильности, достаточно собрать технический журнал, рекомендуемый для ежедневного использования. Как это сделать, мы с вами рассмотрели в занятиях, посвященных практике работы с техническим журналом. Давайте поговорим про те проблемы, которые можно встретить. Первая проблема. Ошибка недостаточной памяти для выполнения запроса. Ошибка очень часто встречается, если используется 32-разрядный сервер 1С и может быть вызвана несколькими причинами. Фрагментация адресного пространства. Для этого, чтобы устранить его, необходимо периодически перезагружать сервер, приложение или рабочий процесс. Если вас как бы это не устраивает, ну, надо расширить адресное пространство, чтобы не так часто перезагружать. Если у вас как бы маленькое оно, ну что ж, надо докупить, соответственно, памяти. Ваш пространство адресов откуда же оно еще берется. Далее. Не хватает памяти рабочему процессу при высокой нагрузке. Но необходимо добавить новые рабочие процессы. Ну и третья ошибка. Запрос действительно возвращает слишком много данных. Значит, надо поработать с запросом. То есть три такие причины, что памяти, недостаточной памяти для выполнения запроса. Чаще всего это, на самом деле, фрагментация адресного пространства, либо запрос возвращает действительно слишком много данных. При 6-ти 4-битном сервере это встречается крайне редко. Крайне частая ошибка, с которой лично у меня выпило немало крови, это не обнаружен ключ защиты программы. Основная причина данной ошибки – это неверно настроенный файл net.hasp.ini на компьютерах пользователей. Что касается того, как здесь починить данный файл, мы с вами это подробно рассмотреть не будем, поскольку это реально сложно. Если у вас очень долгий запуск, именно на старте приложения, то вполне возможно, что оно слишком долго ищет ключ. Поэтому обращайтесь, поправим ваш файл. Есть еще более редкие причины данной ошибки. Это используем, например, протокол IP-6. На самом деле, hasp лицензий менеджер работает только с протоколом IP-4. Ключ вообще может быть неисправен. Как тут понять, тоже потом можем вам это рассказать. Бывает, что hasp лицензий менеджер стоит на терминальный сервер при неполных правах администратора. На самом деле, ключевой мы с вами рассмотрели. Да, вот ключ неисправен. Чтобы это увидеть, нужно в технологическом журнале включить соответствующее событие. Если знать, какой будет код возврата, то это станет очевидно понятно. Далее. Не обнаружена программная лицензия. Сейчас вот прям момент. Ошибка, о которой мы говорили до этого. Не обнаружен ключ защиты программы. Это вот я сейчас проговорил. А еще есть ошибка. Не обнаружена программная лицензия. Это другое. Тут все просто абсолютно. Первое. Изменилась аппаратная конфигурация сервера. Тут не знаю, кем могут возникать вопросы по поводу аппаратной конфигурации. Если вы заметили, что у вас компонентные оборудования изменились, то собственно все, лицензия у вас улетит. То есть добавлять новое оборудование можно, но те компоненты, которые были на момент активации, менять нельзя. Ну и меньше нельзя делать. В виртуальной машине у нас может быть включено динамическое распределение ресурсов. Вот. Ну... Казалось бы, при чем тут динамическое распределение ресурсов и лицензии? Потому что при динамическом распределении ресурсов у нас размер памяти и количество ядер может меняться в зависимости от нагрузки. И менеджер лицензии начинает считать, что мы изменили оборудование. Вот в принципе основные ошибки. Ну что можно сказать здесь? Если лицензия была деактивирована, то не важно по какой причине, то активировать и повторить уже пока не получается. Есть три запасных пин-кода. Можно, когда уже все три пин-кода использованы, обратиться в фирму 1С. Они помогут. Уже не один раз это делал. Так вот. Иногда в системе наблюдаются различного рода странности, непонятное поведение. Например, не стартуют рабочие процессы. Самопроизвольно запускается очень большое количество рабочих процессов. Выдается сообщение о ошибках формата потока, которая просто уже притча в языцах. Замедляется работа сервера приложений и прочая какая-то непонятная ересь. Если при возникновении этих ошибок нам не помогает даже перезапуск, то пора на самом деле очищать каталог. Как найти каталог? C, программа файл с 1СВ, сервер инфа, рек, номер порта кластера, и пошли вычищать. Итак. О чем хочется сказать? О том, что проблема стабильности на порядок сложнее в расследнии, чем проблема производительности. Чем проще система, тем лучше она работает. Когда вы наворотили 140 бас и 12 виртуальных машин, то не факт, что вы получите проседание производительности, но вот проседание уровня стабильности и отказа устойчивости получите точно. То есть тут прям как вот говоришь и не прогадаешь. Идем дальше. Следующая наша тема – резервное копирование. Мы поговорим о том, как делать резервное копирование средствами мессиску или сервера. Я вообще не собирался об этом честно говоря рассказывать, мне казалось, что это простейшая, понятнейшая вещь. Несмотря на то, что у меня и так простые на самом деле все видео, я предлагаю максимальное усиление для того, чтобы выбросить из видео какие-либо сложные, непонятные термины и определения, быть максимально доступным. Но ситуация такая – приходим к клиенту и у него нет резервных копий. Я понимаю, что многие, кто смотрит это видео, мне не поверят, но или есть резервная копия, она всего одна и через 10 дней удаляется. То есть она одна. Делается резервная копия, проходит 10 дней, делается новая резервная копия, предыдущая удаляется. Таким образом, у клиента есть в любой момент времени одна копия 10-дневной данности. На самом деле сейчас мы поговорим с вами о том, как это надо делать, какая должна быть политика резервного копирования. И мягко говоря, я с этим не согласен и я не очень положительно еще отношусь к резервному копированию средствами 1С. Почему? Узнаем на следующем занятии. Пока. Спасибо за внимание. До свидания. Река. Продолжение следует...